ПЕСНЯ ПЕСНЯ Друзья, сейчас мы приехали на Путиловку. Это у вас так весело живется, да? Чупо вылетало, окна, да? Друзья, сегодня мы привезли 100 продуктовых наборов для жителей. Вот здесь Киевский проспект. Да, это самая-самая задница. На данный момент сейчас стоит туман, моросит дождь. И буквально сегодня утром уже был обстрелян здесь районный Донецк и тому прочее. Из Градов. Сюда, слава Богу, не прилетело. Но сюда летит постоянно. Пока относительно тихо здесь. И дай Бог, чтобы так и продолжалось. Сейчас мы... Сейчас успеем разгрузиться. Да, сейчас мы с жителем разгрузим все, что привезли в этой машине. А потом поедем в другое место. У нас еще один броневичок. И поедем еще в другое место разгружаться. У кого есть пленка толстая, в промышленных количествах, люди, присылайте. Потому что у людей пленки хватает вот только по минимуму. А пленка действительно очень эффективна. Вот нам недавно на одну квартиру прилетела пленка, подтверждаю, эффективна. Мы и пленкой заделали, очень даже норм. Будем сидеть без света, но зато в тепле. Так что пленка очень актуальна. Видите, что творится? Да это вот мы маленький кусочек. Мы не будем ходить здесь, понимаете, по домам. Здесь все разбито. Здесь все разбито. Все дома в таких же осколках. Все выбито. Вот можете посмотреть. Даже вот эта другая часть дома. Он машина стоит разбитая. Можете представить, друзья, что здесь творится постоянно. Постоянно прилетают снаряды с разных сторон. Постоянно прилетают сюда. И вот люди лишаются не только жилья, а любой недвижимости, машины и тому прочее. Ну вот прилетел снаряд, все. Машины нету. Считай, что вот такие дыры. Ну какой она даже ремонту не подлежит. Ее здесь сбросили и все. И все разбито. Бедные люди. Вот с нами тоже приехали. И Марьяна Наумова тоже беседует с местными жителями. У меня это самое. У меня бабушка в эвакуацию не поехала. Здесь была. Я так скажу. Детка, хватит. Там магазин тоже без стекол, без ничего, забитые фанерами. А здесь еще есть дети. Они правда сидят сейчас по домам. Потому что родители боятся не пускать их даже прогулять на улицу. Вот, друзья, мы уже выгрузились. Вот сейчас нашим людям, которые живут на линии фронта. Вот эти старушечки получат сейчас помощь. Вот, мы здесь все выгрузились. И все выгрузено. В общем, все будет хорошо. Раздадите людям. Пакеты. Пакеты есть. Есть. Огромное спасибо вам, друзья. Низкий поклон. В общем, Татьяна Николаевна, быть добро. Будь добро. Дай Бог вам здоровья. Это блага. Всех благ. Ангелов. И скорее, чтобы на нашу землю мир наступил. Это главное. Друзья, сейчас мы приехали. Как эта улица называется? Советская. Это микрорайон железнодорожный. Микрорайон железнодорожный, да? Да. И сейчас вот мы приехали и привезли сюда вот 110 продуктовых наборов. Как нам заказывали жители. Это частный сектор. Скажите, как обстановка здесь? Очень неплохая. Вот хата сгорела. Вот крыша. Это буквально недавно. Вот, неделю назад. Людей откапывали оттуда вас под завалом. Это людей откапывали, да? Да. Под завалом людей три человека, но они остались все живы. Упала крыша на голову. Скоро еле откопали ее. Да. Вот соседи. Соседи откапывали ее, да. По всех улицах, вот я рядом живу, переулочки, у нас все дома говорят. Потом, вот тут на углу хата сгорела полностью. Вот здесь вот, вот тут вот. А там по улице очень много есть такие вот. У нас очень трудное положение. Мы даже боимся ездить во двор выйти, честное слово. Я уже, мне под 70 лет, я боюсь. Вот, друзья, куда мы приезжаем. Вы можете представить, что вот буквально неделю назад здесь из-под завалов доставали людей. Слава богу, они остались живы, но мы остались без этого. Вот сейчас относительно, вот у нас тишина. Дай бог, чтобы так и было. Мы сейчас разгрузимся и идем дальше, конечно. Что-то, 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 не летит ли что-то. Ну, по крайней мере, сейчас тишина уже какое-то время большая. И это всегда не очень хорошо. Почему? Потому что обычно после такой тишины происходят какие-то обстрелы, происходят какие-то неприятные штуки. И поэтому мы стараемся все это максимально быстро разгрузиться, чтобы люди потом быстро расфасовали и раздали. Они практически не выходят из дома, только в магазин куда-то и тому прочее. Почему? Потому что мы реально очень и очень опасные районы. Мы привозим коммунитетную помощь и раздаем людей. Ну вот, мы управились, разгрузили. Спасибо большое вам. Спасибо за поддержку. Вот, все. Мы разгрузили сюда. Сейчас заносят, чтобы дождь не ромочил, тут туман еще идет. Спасибо вам большое за помощь. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто участвует в помощи. В общем, быть добрым. Друзья, ну вот мы приехали, получается, еще в одно место. Вот там колхозный проект, проспект, вот там аэропорт, это улица Ковалько, это поселок Октябрьский, да? Это считается Октябрьский или как поселок? Да, поселок Октябрьский. Огромное количество людей здесь проживает, стариков, инвалидов, а также еще и детки. И вот мы 180 продуктовых наборов привезли для жителей этого поселка. Можно стоять хотя бы рядом? Я только смотрю ваши видео. Спасибо вам огромное, что вы есть, что вы не забываете нас, что вы помогаете. И ваш девиз «Быть добру» – это девиз моего папы. Спасибо вам огромное. Все будет хорошо. Спасибо, сейчас разгрузимся. Надеюсь, людям будет какая-то большая помощь. Спасибо, спасибо огромное. Пошли наверх. Как вы тут, бабушки, поживаете? Бабушки? Офигеть. Да? Не коровы, не свини, только радио в стене. Да. Не отца, не матери, все поживали. Что-то стреляют сильно. Не приведи Господь, как нас обстрелили. Все хуже. Ни воды, ни тепла, ничего. Без воды вот там вот сождают. Поздравляю, бабушка. На третьем этаже только два раза в Аватабу. Вот видите, люди здесь, им очень-очень трудно. Нет ни воды, ни тепла, ни света. Свет периодически вырубают. То есть, то нету. Я свет принимаю. Договоз, да. Девушка улыбает. В общем, как-то так. Вот эти старички, вот эти несчастные инвалиды, все пытаются выжать в этом кошмаре. Жизнь, я не раскусываю колбасу, раскусываю. Ну вот, мы разгрузились, друзья. Вот сейчас до конца заносят подъезд. Почему? Потому что там сейчас сформируют продуктовые наборы в более-менее безопасном месте. Скажем, это подъезд дома. Потому что на улице всегда очень опасно. Огромное спасибо вам, друзья. За вашу помощь. В общем, быть добру. Быть добру. И вам очень большое спасибо. Огромное спасибо. Пусть вас Господь хранит, помогает, оберегает. Очень рады видеть вас. И низкий вам поклон от всех жителей поселка Октябрьский. Это где, на Томске? Ну, последняя улица на правую сторону. Селидовская, да? Друзья, ну вы, сейчас мы привезли на Томске 100 продуктовых наборов. Сейчас просто-напросто очень и очень здесь неспокойно. Девушка, выгружайте мир там. С сегодняшнего дня был мир. Мы встали просто на земле, на всей планете. А вы хорошо себя вели? Очень. Николай приходил? За этим годом. Я прошу. Поздравляю. Вот сейчас периодически идут бои, и люди пришли, по-моему, выгружать. Вот, мы стараемся, ребятки, сейчас поменьше, скажем так, съемки, потому что идут бои, что вот постоянно идут арт-дуэли, и стараемся по-быстрее на этом разгрузить, чтобы и самим уехать отсюда, и чтобы положить людей опасность, почему? Потому что здесь сейчас идут очень жестокие бои. Брехет-поросы не будет? Не сегодня, в этом году. Будет, будет. Будет, да? Мнук уже сжет и как-то дождется. Местные жители говорят о том, что час назад прокатили отсюда и перенадутся. Мы по трейдингу сейчас выгружаемся на подростки. Это очень положилось, что есть пострадавшие дома, вроде как, без серьезных последствий, то есть, жертвы, граммы. Вот, друзья, мы полностью разгрузились сейчас во дворе, сейчас людям разпасуют. Люди распасуют по кулькам и растащат по дымам. В общем, быть добру, спасибо огромное вам, друзья. Почему? Потому что здесь реально-реально опасно. Сейчас вроде как какое-то затишье, но все равно гупает это, это считается затишье. Затишье, в полной программе затишье. Ну да. Затишье, как оно есть. Ну да, то есть, как-то надо немножечко уже удаляться. Да, валим, валим, Андрюш, не будем собирать народ. Продолжение следует...